Зампред правительства России Татьяна Голикова и губернатор Игорь Руденя перед началом нового учебного года напутствовали первоклассников в Старице. По традиции мероприятие прошло на территории Свято-Успенского монастыря. Также в рамках визита вице-премьера и глава региона посетили социальные объекты города. На месте события побывала Наталья Чекет. Красивые и нарядные совсем скоро эти ребята в первый раз сядут за парту. В нынешнем году Старицкие школы примут 197 первоклассников. Почетные гости поздравили будущих школьников с предстоящим Днем Знаний. Это будет ваш новый, очередной, наверное, для кого-то сложный, для кого-то простой этап в жизни. Но самое главное, вы уже становитесь помощниками для ваших родителей. Дорогие дети, мы вам желаем новых интересных событий, новых друзей. Вот уже больше 10 лет, когда здесь собираются первоклассники. И я вам желаю, дорогие дети, чтобы через 11 лет, когда вы будете заканчивать школу, вы пришли все сюда уже взрослые. К ребятам с напутственным словом обратился митрополит Тверской-Кашинский Амбросий и благословил первоклассников на учебу. Сегодня особый день в этой святой обители и в жизни этих замечательных маленьких еще молодых людей. Они начинают, открывают особую страницу в книге своей жизни. И, конечно же, эта книга в самом начале должна быть отмечена особыми словами, особыми записями, особыми чувствами, святыми чувствами. В торжественном мероприятии также приняли участие председатель законодательного собрания региона Сергей Голубев, председатель Совета Фонда Возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко. Я хочу вам пожелать только одного, чтобы каждый день, когда вы приходили в школу, вам было страшно интересно. Вам было интересно все, что сейчас будет происходить, все, что вам скажут учителя. И чтобы вы цеплялись за этот интерес и вопросов задавали побольше. В этот же день Игорь Рудений и Татьяна Голикова осмотрели ход строительства в поликлинике Старицкой ЦРБ. Сейчас готовы стены и межэтажное перекрытие здания. Подрядчик смонтировал стропила для кровли и установил оконные блоки. Строители возвели внутренние стены и сделали стяжку пола. Также здание будет соединено с двумя существующими отделениями больницы. Данная поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену. Здание объединит все наши структурные подразделения. В одном здании у нас будет находиться педиатрический прием, стоматологический прием, взрослая поликлиника, функциональная диагностика, рентгенография, кабинеты хирургов. Планируется, что работы должны быть завершены до конца строительного сезона. Кроме того, Игорь Рудене и Татьяна Голикова посетили детский сад номер 2 «Карамелька», открытый три года назад. Вице-премьер высоко оценила условия, созданные для детей в группах в спортивном и актовом залах. Наш детский сад яркий, современный, соответствующим всем требованиям. Детский сад рассчитан на 150 мест. В настоящее время функционирует 8 групп, и все они укомплектованы. Строительство дошкольных учреждений продолжается и в целом ряде муниципалитетов Верхневолжья. Так, в этом году в Твери на улице Склесково откроет свои двери детский сад «Чебурашка», рассчитанный на 190 мест. Также в областной столице идут работы на аналогичном объекте улицы Левитана. Завершается возведение детского сада на 160 мест в Вышнем Волочке.